американский город детройт получил известность благодаря автопромышленности и расположению в нем крупнейших автомобильных заводов каких автомобильных заводов for general motors chrysler но в какой-то момент стал приходить в упадок а потом и вовсе превратился в город призрак об этом городе более подробно можно узнать в полноценном выпуске о детройте который мы опубликовали классный интересный но в этом выпуске о чем мы будем говорить логично что наверное других городах заброшенных городах америки а месте из которого открывается лучший вид на звездное небо о городе ставшим вдохновителем для кинематографистов о городе-призраке расположенном в двух штатах одновременно я кстати когда катался по америке штате невада когда был там ну не город призрак но также были такие скажем заброшенные места с заброшенными тачками там целые городки с домами на колесах где живут естественно люди кэнни-кот аляска он же кэнни-кот исторический шахтерский городок расположены в районе рангел сент-элаэс двойное название он получил из-за ошибки в документах где название города прописали как кэнни-кот с буквой е город знаменит своими предприятиями по добыче меди и хорошо сохранившимися историческими сооружениями находится он далеко в районе аляски и его изолированность затрудняла транспортировку оборудования и припасов как в него так и из него сейчас город можно посетить туристам и опять же дорога нелегкая но зато в окружении природной красоты гор врангеля шахты кэнни-кот были основаны в начале 20 века корпораций кэнни-кот копир корпорейшн для добычи медной руды в окружающих горах руда была богата медью и рудники играли решающую роль в удовлетворении растущего спроса на медь в течение того времени добыча полезных ископаемых в кэнни-коте привела к быстрому росту населения и инфраструктуры города на беге своего расцветания в городе были больница школа почтовое отделение теннисные корты и даже бассейн но снижение цен на мете и истощение легкодоступной руды привели к окончательному закрытию шахт в конце 1930-х годов после закрытия шахт что происходит город покидает люди и он становится заброшенным с течением десятилетий здание начали разрушаться многие исторические сооружения при этом сохранились относительно нетронутыми 1970 годах начались усилия по сохранению и реставрации городских зданий и истории в 1980 году кэнни-кот вместе с прилегающей территории был включен состав парка врангельсенд ландшафты парка включают себя ледники горы и дикую природу сегодня кэнни-кот является популярным туристическим направлением многие исторические здания города были отреставрированы и теперь организуются экскурсии с гидом чтобы осмотреть окрестности узнать об истории добычи полезных ископаемых и оценить его атмосферу здание в кэнни-коте выглядят как капсула времени начала 20 века здесь можно увидеть остатки той повседневной жизни личные вещи старой газеты оставшиеся после того как город был внезапно покинут как добираться туда необходимо пересечь корневой ледник на нем периодически наблюдается явление известное как блуайс то есть голубой лед лед может приобретать насыщенный голубой оттенок благодаря тому как он поглощать рассеивает свет а еще за счет своего удаленного расположения к некоте можно наблюдать чистое звездное небо и даже северное сияние поэтому сюда приезжают так много астрофотографов как у нас из мурманска до мурманск катаются чтобы боди калифорния в полной сохранности здесь находится 2000 зданий включая 200 ресторанов представляете история боди восходит к середине 1800-х годов в этом районе было обнаружено золото стремительному росту города способствовала золотая лихорадка конца 1800-х годов и он превратился в оживленное горнодобывающее сообщество население боди тело до боди позитив выросла примерно до 10 тысяч человек во время своего пика в конце 1800-х годов в городе проживали самые разные люди включая шахтеров старателей бизнесменов и их семьи более правда был печально известен своим беззаконием городе было множество салунов публичных и горных домов что способствовало его репутации как опасного места по мере того как добыча золота в этом районе сокращалась и появлялись другие возможности для добычи в разных местах население будет начала сокращаться последняя шахта закрылась в 1942 году а к 1960 годам город был полностью заброшен 1960 годах штат калифорния захватил боди и превратил его в государственный исторический парк оставшиеся строения многие из которых были оставлены в том виде в каком они были когда город был заброшен были сохранены чтобы дать посетителям возможность заглянуть в его прошлое то что сохранилось напоминает декорации к фильмам в жанре вестер фильм старые добрые парни основанный на романе элмера келтона уверен что вы его не смотрели я не смотрел был частично снят именно здесь этот фильм западная драма действия происходят 1900-х годах стомили джонсом в главной роли но даже если здесь и не часто стимались фильмы место все равно постоянно становилось источником вдохновения для кинематографистов scooby-doo 4 проклятие озерного монстра эти фильмы снимались не в боди но город послужил источником вдохновения для создания вымышленного города призраков фильм 3 локация эшкрофт колорадо в 1880 году два искателя обнаружили здесь запасы серебра они мигом собрали группу единомышленников и в течение двух недель началось формирование нового городка улицы были проложены был построен дом правосудия одним из первых поселенцев эшкрофта был судья паркер известный как повешенный судья он получил это прозвище из-за своей репутации за вынесение суровых приговоров включая повешение во время своего пребывания в городе в течение пяти лет в эшкрофте появилось 20 баров а численность населения перевалила за три с половиной тысячи человек эшкрофт расположен на высоте около 9 тысяч 500 футов сколько это ну-ка гугл сколько там даже если у вас нет гугла по каким-то не знаю соображение почему-то у вас нет гугла и вы не сейчас не можете проверить информацию 2900 метров это это высота не под уровнем моря а над уровнем моря да и это делает его одним из самых высокогорных городов-призраков в колорадо концу 1885 года запасы серебряных рудников истощились и на этом месте осталось жить всего 100 человек из-за колебаний цен на серебро и снижение качества руды горно добывающая деятельность эшкрофт стала менее прибыльной к началу 20 века население города начала сокращаться почтовое отделение закрылась 1912 году ознаменовав официальное окончание эры города как живого в 1930-х годах интерес к этому месту возродился связи с проведением зимних олимпийских игр в лейк плесиде били фиск самый юный чемпион зимних олимпийских игр на тот момент планировал создать здесь горнолыжный курорт 1928 году он одержал победу в бобслейной пятерке ему было всего 16 лет этот рекорд был побит только в 1992 году но к несчастью в 1940 году будучи пилотом британских орлевских ввс били погиб во второй мировой войне его планы по созданию курортов эшкрофте не сбылись 1939 году последний житель покинул город куда он ушел никто не знает вирджиния сити монтана история вирджиния сити уходит корнями в золотую лихорадку монтаны 1860 годов золото было обнаружено в районе олдер галч в 1863 году что вызвало приток шахтеров и изыскатели в этот регион открытие золото привело к быстрому притоку людей и вирджиния сити превратился в оживленный шахтерский городок по оценкам 1864 году его население составляло более 10 тысяч человек что делало его крупнейшим городом монтаны в то время представляете да 10 тысяч человек у нас это сейчас дом может быть один вирджиния сити славился своей дурной репутации в городе отсутствовали органы правопорядка судебная система тоже отсутствовала в результате этого ограбления и более серьезные преступления стали обыденными явлениями генри пламмер шериф города был обвинен в том что возглавлял банду преступников под названием невинные представляете шериф кстати если вам интересно вообще узнать кто такие шерифы что они делали почему они не являются полицией то посмотрите у меня есть отдельный выпуск про американских шерифов и вообще если по каким-то причинам вы не подписаны на канал но вам интересно смотреть этот ролик обязательно подписывайтесь у меня много выпусков подобного рода про факты интересные о городах и странах а местах куда можно поехать в разных точках нашей планеты также напоминаю что меня есть второй канал смапс education про зарубежное образование где я путешествую по разным странам поисках классных крутых учебных заведений там можно посмотреть обзоры на учебные заведения если вам вдруг интересно учеба за границей если она вам не интересно вообще вам не интересно учеба просто оставайтесь здесь итак на чем мы остановились на шерифах считалось что банда пламмера ответственно за многочисленные преступления и в конце концов он был схвачен и повешен линчевателями вот так закончил шериф но и хорошие воспоминания о городе тоже есть не у меня а вот у тех кто там жил знаменитый писатель марк твен провел какое-то время в вирджиния сити в качестве репортера газеты следующее место glen rio техас нью-мексико glen rio бывший город расположенный на границе между техасом и нью-мексико он был расположен вдоль исторического американского шоссе 66 дорога 66 соединявшие чикаго штат иллинойс санта-монику и штат калифорния из-за своего расположения на границе техаса и нью-мексико в glen rio сложилась необычная ситуация две части города находились в разных часовых поясах вышел значит в митина в 8 утра доехал до работы на бауманскую в 7 утра вот приблизительно так расположение города сделай его популярной остановкой для путешественников которые едут по маршруту трассы 66 американское шоссе 66 часто называемая главной улицей америки была историческим шоссе сыгравшим значительную роль в соединении восточной и западной частей соединенных штатов близость glen rio к трассе 66 сделала его центром притяжения путешественников дальнобойщиков туристов вдоль трассы 66 можно встретить разные достопримечательности арка gateway ворота на запад сент-луисе штат миссури ранчо кадиллак в амарило штат техас модели вигвам пирс санта-моника в калифорнии и много всего красивого и интересного проехать всю эту трассу кайфануть отлично если вы еще на кабриолете едете ребята по статистике мои видеоролики 90 процентов зрителей смотрит без подписки если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал так вы чаще будете видеть подобный контент и обязательно пишите в комментариях на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи на которых снимаем выпуске ставим лайк подписываемся пишем тему я вам также обещаю что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки которые мы будем дарить вам следующих выпусках и и